Аллилуйя! Мы с вами живем интересное время на самом деле. Вокруг происходят такие вещи. Не знаешь то ли радоваться, то ли удивляться. Одно только знаю, что все в руках Господня. Знаю, что это воля Его. Я знаю, что... Все, что бы ни происходило сегодня, все происходит потому, что Он это все знал. И Он это все предвидел, и Он все держит по своим контролям. Я знаю, что у Бога нет никаких планов против Своей Церкви. Я знаю, что мы будем с вами благоденствовать, потому что мы Церковь Божья. Я знаю, что несмотря ни на что, мы все равно будем побеждать в Иисусе Христе. Аминь. Вы знаете, что творится в Америке сегодня. Я уже писал на эту тему пост. Мы как раз в Станину эту тему говорили, что... Непонятные вещи творятся. Черные считают, что их жизнь дороже жизни мирных. Сегодня я видел картинку, как черные выгуливают бедных в кандалах по улице. Страшное дело. Но, смотрите, мы все это читали в Библии. Все это написано. Ничего нового не происходит. Все, как говорится, как и должно было быть. Мы с вами живем в благословенной стране. Мы живем с вами в Израиле, где, конечно, тоже есть свои проблемы, свои заботы. Но, вы знаете, глядя сегодня на Америку, где идет настоящая духовная война, это дьявол просто все это устраивает. Потому что, ну, это не может быть одновременно. Это дьявольские козни. Это все настроено против правительства республиканцев. Вы знаете, республиканцы, они христиане все. И Трамп только пришел к власти и начал провозглашать христианство в чуть ли не официальной религии страны. И вот это все началось. И понятно, что это затронет весь мир. Сегодня уже в Европе продолжаются те же погромы. В Англии воссталось все мусульманское население против христиан. Ну, в общем, короче говоря, у нас сейчас в Израиле проходит неделя гордости. Вы знаете, да? Весь Ришин, вот эти гордости. Ну, в России все говорят, свадьи, свадьи, свадьи. Да, отменили, слава Богу, все эти парады. Потому что корона тоже все содействует ко благу, конечно. Но флаги везде висят, гордость везде гордится. И самое отличальное то, что все это пропагандируется в школах. Была статья, с гордостью писали о том, что Ришин на втором месте по лояльности своей к этому сообществу. Уже, кажется, не хочется в этом городе жить после этого с другой стороны. И вот, вы знаете, спрашивают много сейчас там разных вопросов в Фейсбуке, в разных группах. На иврите, не на иврите, среди верующих, среди неверующих. Как относиться ко всему этому? И я просто хочу сказать свою точку зрения на эту тему. Я думаю, что с точки зрения Библии, и вы с ней тоже согласитесь, что мы должны любить гомосексуалистов и ненавидеть гомосексуализм. Потому что гомосексуалист – это человек. А Писание нам говорит, что Христос за всех умер. То есть и за них тоже. А гомосексуализм – это грех, как и любой другой грех. Это выбор, который сделал человек. И я считаю, что мы должны любить этих людей. Мы должны принимать их как людей в первую очередь. Относиться к ним как к творению Божьему, которое просто, как в Писании написано, блуждают каковцы, каждый на своем пути. И мы должны их просто вернуть к истоку. Другой вопрос, что это как и любой другой грех, как и любая другая зависимость. Он, конечно, держит и не отпускает. С этим все очень серьезно. Но, тем не менее, мы должны проповедовать, мы должны говорить, мы должны проявлять к ним любовь. Ни в коем случае не ненависть. Потому что мы гневаемся на них. На самом деле, это мы гневаемся на грех. Гомосексуализм – это такой же грех, как и блуд, как и колдовство, как и курение – любое рабство другое. Это всего-навсего грех. Но не всего-навсего – это грех. Ну, это всего-навсего грех. У греха нет как бы сильный грех – это слабый грех. Грех и з рех. И это всего-навсего грех. Почему я говорю всего-навсего? Потому что Бог, еще Кайно заповедал, сказал, грех лежит у порога, но ты господствуй над ним. То есть, если мы можем господствовать над грехом, то мы можем господствовать над любым грехом. И это то, что мы должны донести до этого сообщества, если они, конечно, готовы и хотят нас слушать. Если не хотят, то, к сожалению, мы ничего с этим сделать не можем. Они как бы вольны в своем выборе, и Бог уважает выбор каждого из нас. И слава Богу, мы тоже когда-то сделали выбор в пользу греха, потом все равно Бог вернул нас на пути истины. И мы знаем, что каждый человек, который сегодня сбился с пути, который находится во грехе, он не потому, что он плохой, а потому, что это все делается ради того, чтобы явилось слава Божьей. Так, по крайней мере, написано в Библии, и я привык доверять тому, что там написано. Аминь. Вот, и в связи с этим хотел сегодня поговорить о том, что такое служение, о том, как я понимаю служение в свете того, что происходит сегодня. И мы поговорим сегодня не о многих местах писания, всего о трех, в которых написано о том, что такое служение, как стоит себя вести человеку, который называет себя служителем, как не стоит себя вести человеку, который называет себя служителем. Почему, собственно говоря, эта тема возникла? Недавно разговаривал с братом, с одним, есть такая фишка в фейсбуке, в разных группах, не важно, это христианские, не христианские, там есть такая функция, называется наставничество. И каждый человек может заявить о себе как о наставнике, а любой другой человек может присоединиться к нему как наставляемый. И вот в одной такой группе я написал о том, что я являюсь наставником, присоединилось несколько человек, один из них только продолжает со мной постоянно быть в контакте, мы созваниваемся раз, два, три дня, молимся вместе, обсуждаем разные вопросы. И вот недавно он присылает мне ссылку на приглашение в пророческую школу, причем пророческую школу организовывает очень мой хороший друг, я не могу сказать, что мы прям с ним такие закадычные друзья, но тем не менее, мы очень часто встречаемся, часто служим вместе, он из Кыргызии сам, из Кыргызстана. И он открыл пророческую школу. Я так ничего не понял по поводу того, что они собираются. Неважно. Ну, неважно. Это же запись, тут разговоры разные. Он открыл пророческую школу и опубликовал сообщение. Все правильно в этом сообщении, в видео, там нет ничего не такой ереси, все хорошо, он сам пророк, он несет пророческое служение, очень мощное пророческое служение. Но, как бы, вот слово пророческая школа у меня вызвало какой-то диссонанс некоторый. И я просто... Мы с ним провели такую беседу, почти часовую, с братом, который наставляется в этой программе наставничества. Наставляется, конечно, не столько он, сколько я, потому что, на самом деле, прежде чем кого-то наставить, нужно само наставиться. Поэтому, знаете, очень много вопросов, которые он задает, надо открывать книжечку и читать, чтобы давать ответы. Но, на самом деле, очень благословенное общение. Так вот, когда начался разговор про пророческую школу, у меня сразу как-то был диссонанс. Что значит пророческая школа? Он меня спросил, ну вот, у меня тоже, говорит, было такое непонимание. А чему там учат? Пророчеством это? Там учат быть пророком? Чему учат? Что за пророческая школа? И он, говорит, у меня уже один раз, говорит, Бог мне прям показал не ходить на эту пророческую школу. Теперь, говорит, вот второй раз в пророческую школу, опять показал не ходить. Тем более, говорит, вот вы закрали сомнения, решил тебе позвонить. И я не стал, как бы, критиковать никакие пророческие школы, потому что я не знаю, чему там учат. Сам я их не посещал, да, и, ну, по крайней мере, по собственной воле не собираюсь, только по Божьей, если направят. Потому что это не мое служение пророка, я точно знаю, что меня пророком не поставили. Пока, по крайней мере, Бог, ну, знаете, Бог меняет служение, но пока пророком меня не поставил Бог. Поэтому я не знаю, чему там учат, но, как бы, вот, что я понимаю под словом пророческая школа? Я беру слово пророк из Библии. И Библия говорит нам следующее, что пророк – это человек Божий. Что значит человек Божий? Это человек, который имеет постоянное общение с Богом, лицом к лицу, как Моисей. Да, Моисей был единственным пророком в Израиле, который общался с Богом лицом к лицу, он знал его лицом к лицу. Другого такого пророка не было. То есть, можно ли научиться общаться с Богом лицом к лицу? Я читал Библию, не буду спорить, но я говорю сейчас то, что открыто мне – нет, нельзя. Потому что это воля Божия – открываться человеку лицом к лицу или не открываться. Даже Моисей, он с первого раза не открылся, сначала он увидел его со спины. Второй вопрос, который я задаю. Если да, можно научиться взаимоотношениям с Богом, то получается, что мне нужны пророческие школы. Потому что пророчество – это не рассказать кому-то что-то, что будет дальше. Пророчество – это не прорицательство. Пророчество – это умение услышать волю Божью, понять, о чем она, и донести ее до людей. Если в этом есть необходимость. Если в этом необходимости нет, то в первую очередь, я считаю, Бог пророчествует нам в нашу собственную жизнь. Он говорит нам, как нам себя вести, нам, своей семье, может быть, своей церкви. И если нет в этом необходимости, то, соответственно, не нужно это дальше никуда доносить. Но существуют ли пророческие школы в мире? Да, конечно, их существует и очень много. Еще раз повторяю, я судить никакие пророческие школы не берусь. Я там не учился, я не знаю, чему там учат. И моя проповедь не о пророческих школах сегодня. Моя проповедь – о служении Богу. И я хочу просто, чтобы мы с вами обратили внимание на одного известного пророка, которого все знают. О нем очень много разных… Я думаю, что это самый такой пророк, о котором больше всего образов существует в мире. Я думаю, что нет другого такого пророка, который был бы на стольких картинах, иконах и на всем чем угодно изображен. И зовут его Иона. Уж сколько мы видели разных картин про то, как Иона был в ките, на ките, возле кита, на корабле, под кораблем, бежал, сидел, под кустом, над кустом, возле… Разных картин на валу. Давайте обратим внимание вот на что. Вы помните, с чего началась история Ионы? История Ионы началась с того, что Бог пришел к нему, открылся ему. Он знал Бога. Он пришел к нему, открылся и сказал – иди в ней небе, встань и и проповедуй в ней небе. Так было? Помните, да? Что сделал Иона? Бежал от лица Господа. Не от Господа он бежал, а от лица Господа. Это очень важный момент. И что началось, когда он бежал? Скажите, что там происходит? Мы с вами об этом уже говорили неоднократно, но я повторюсь. Когда мы читаем на Ибрите, мы видим, что он постоянно опускается вниз, все ниже и ниже. То есть сначала он пошел вниз в Иопию, это Яфу, в Иопию, потом спустился вниз на корабль, потом спустился в корабле вниз в трюм корабля и там уснул. На море, по ходу дела, разыгралась нешуточная буря. И все начали бояться, что происходит, и только один человек посреди всей этой бури спал. Вообще у пророков есть такая особенность интересная – они во время бури спят. Когда все плохо, они спят. И не только. Ну, понятно. Но у пророков-то особенно. Иисус был как пророк, он явился, одно из его призваний было пророк. Так вот, он спал. И дальше произошло то, что написано в 8-9 стихе первой главы. Тогда сказали ему, скажи нам, смотрите, что происходит. Они приходят к нему, к спящему человеку. Мирно, спящему человеку. Спокойно, спокойно, для лица человек спит. Ему бури не мешает. Все остальные там рвут на себе волосы. И они сказали ему, скажи нам, за кого постигла нас эта беда. Какое твое занятие и откуда идешь ты? Где твоя страна? И с какого ты народа? То есть они знали, как допросить правильного человека, который у них спит на борту. Вот если вас разбудили, сейчас задали вот такие вопросы. Вы быстро ответили на них? Да. Он тоже быстро ответил и сказал, я еврей. Чту Господа в небес, сотворившего море и сушу. Вот это был его простой ответ. Что вас здесь смущает в этом ответе? Здесь три вещи есть. Он сказал первое, я еврей. Второе, чту Господа Бога в небес. И третье, сотворившего море и сушу. Что вас больше всего смущает в том, что здесь написано? Ладно, я вам скажу, что меня смущает. Меня смущает слово «чту». Он не сказал «служу». Он не сказал «поклоняюсь». Он не сказал «я с Богом». Он сказал «я чту Бога». Что такое почитать Бога? Вот мы читаем такое слово много раз в Библии, в переводе в Синодании в основном. Там «почитай отца и мать». «Чти Господа от начатков своих». Что значит «почитать Бога»? Возможно признавать. Признавать. Хороший вопрос. Оказывать почтение. Оказывать почтение. Что такое почтение? Славить Господа. Славить Господа. Но ни в одно. Вот все, что вы сейчас произнесете, там нигде не будет слово «слушаться Господу». Нигде. Это все, что угодно, только не послушать. И в данном случае Иона не был служителем Бога. Он просто, как и все остальные, почитал этого Бога. Почему я это говорю как все остальные? Потому что когда они это услышали, тогда в этой вот области, которая называется сегодня Ближний Восток, все очень хорошо знали иерархию Богов. И они знали, что Бог, которому поклоняются евреи, это Бог Богов. То есть у них были свои Боги, а это был Бог Богов, который всех их Богов создал. То есть это вообще Бог, выше которого нет. Представьте себе, приходит человек и говорит, я вообще-то его человек, но выбросите меня в море и все будет хорошо. Вы представляете себе, что такое принести в жертву человека Богу, который отрицает человеческие жертвы? Но здесь не было слова «я служу Богу». Он сказал, я чту Бога. Так они тоже чтут Бога. Они даже к нему обратились и сказали, пожалуйста, невмени нам кровь этого человека, он сам этого захотел. То есть они тоже были почитателями этого Бога. Когда мы читаем в своем послании к Якову, там тоже написано, веруешь в Бога единого – хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. То есть получается, что вера и почитание – не совсем служение. Потому что служение – это то, о чем говорит Иисус нам в разных притчах, где говорит «войди в радость Господина своего добрый и верный раб». Сегодня мы по словам «рабство» подразумеваем какую-то зависимость, какое-то иго и так далее. Рабами тогда, добрыми и верными, считались люди, которые служили верно своему Господину, на которого Господин мог оставить все свое хозяйство, на секундочку. Иосиф, я напомню вам, он был там не наемным работником в доме у Патифара. Он был рабом. Но, написано, Патифар дал ему все. Все. Ну кроме жены. Все дал. Так вот, быть рабом – это быть абсолютно лояльным служителем своему Богу. Но здесь Иоанн говорит, что он не был его служителем. Он его почитал. Он это не случайно сказал. Потому что он понимал, что все, что сейчас происходит вокруг – это Бог. Все, что происходило с ним до этого – это Бог. И все, что будет дальше, после того, как его выбросят в море, будет в руках чьих? Божьих. И вот теперь у него проблемка. Он почитает Бога, верит в Бога, признает это, но не слушает. Он не сказал, знаете что, чтобы утихла буря, поверните-ка обратно, высадите меня у берегов Ливана, чтобы я пошел в Миневию. Нет, он так не сказал. Он сказал, а выбрости меня в море. Так вот, Бог был с ним, Бог гневался, бурлел морем, но Иоанн этого не признавал. Давайте к вам перейдем на секунду первого послания Коринфянам. 14 глава, 5 стих. Здесь написано, я бы хотел, чтобы каждый из вас говорил на иных языках. Но лучше, чтобы вы пророчествовали. Это Павел пишет своей не самой лучшей церкви в Коринфе. Не самой лучшей. Кто пророчествует, тот больше того, кто говорит на языках. Разве что он будет истолковывать свою речь, чтобы церковь получала назидание. То есть, пророчество – это явная передача воли Божьей устами человека людям, которым оно адресовано. Иные языки должны быть истолкованы дополнительно, чтобы кто-то понял, о чем идет речь. Об этом Павел говорит в нескольких местах. То есть, почему он говорит, лучше бы пророчествовали? Он говорит, это потому, что когда мы пророчествуем, мы явно слышим Бога, мы понимаем, что Он хочет от нас, чтобы мы донесли людям. Это называется пророчество. И поэтому Павел и говорит, лучше бы пророчествовали, чем языками говорили. Потому что языками сегодня в церквях говорят все. Пророчествующих мало. Но Писание говорит, лучше бы пророчествовали, люди идут в пророческие школы. Но вы знаете, в чем проблема? Она как бы и проблема, и хорошая новость тоже. В том, что у каждого из здесь присутствующих, у каждого из здесь присутствующих, верующих в Иисуса Христа, как Господа Спасителя, есть дар пророчества. Другое дело, что не каждого Бог ставит пророком, так же, как не каждого ставит апостолом, не каждого ставит евангелистом, не каждого ставит учителем. Но пророчество, да, есть у каждого. Итак, давайте расставим точкой на две. Пророчество – это не прийти и не сказать человеку, у тебя будет так или так, а принести человеку Божью волю. И это все, что требовалось от Ионы, когда он шел в Нинемь. Давайте вспомним, что делал Иона в Нинемье. Ну, в каком виде он туда пришел, я напоминать не буду, да? Голый, лысый, вонючий, без броня. Если такое пришло ко мне в город, и я был бы там город начальником, я бы нам тоже покаялся. И лошади бы тоже покаялись автоматом. Ну, вот он пришел, и смотрите, что он несет, какую весть он несет людям. Он не говорит «покайтесь». Ибо если вы этого не сделаете, то Нинемья будет разрушена. Что он им говорит? Он просто говорит «Нинемья будет разрушена». Теперь вопрос. Это была воля Божья такое сказать или нет? Не думаю. Почему? Потому что мы читаем в первой главе книги Ионы, что конкретно Бог сказал ему сказать. Но он этого не говорит. Он говорит «Нинемья будет разрушена». Понятно, что Бог так устроил, что люди покаялись и даже животных не кормили. По стулу все сидели в пепле. И он окупил себе билет на первый ряд. Уселся под листочком, который сам не выращивал, кстати, как под кондиционером. И наблюдал, когда же Невея будет разрушена. Он хотел, чтобы Невея была разрушена. Ну, не зря же он страдал столько, три дня в китере. И когда Бог назначил червя, Он подточил коренью этого листочка, листочек завял, а Невея при этом не разрушилась, там написано, что Иона огорчился аж до смерти. Потому что Он хотел одного, а Бог хотел от него другого. Божья воля исполнилась. Однозначно. Он сказал, про листочек, который ты даже не сеял, так горюешь, а у меня тут целый город с животными. А они покаялись, между прочим. Мы не знаем, что было дальше сегодня. Но это очень получительная история про пророческие дамы. Он однозначно был в близких отношениях с Богом. И Бог мог бы сказать ему, окей, не пойдешь, а другого пошли. Но нет, Он послал меня на Его. Потому что Он до последнего был человеком Божьим. Потому что когда Бог посылает своего человека туда или сюда, Он Его таким снабжает помазанием, что вот когда Он идет, все понимают, что это идет человек Божий. Тогда не было удостоверения пророков. И дипломов пророческих школ тоже не было. Вот шел человек, и видели, идет человек Божий. И пророков называли человек Божий, и все знали, что идет человек Божий. Вы смотрите, вдова из Сарепты Садонской, могла бы его и отшить, все называется по-современному. А она нет. Выслушала его, даже послушала, даже кушке ему принесла. Потому что все-таки что-то там было. То есть ее страх остаться голодной и умереть голодной был побежден тем, что все-таки она осознала, что этому человеку да, надо принести поесть. Потому что это была как бы ее последняя надежда. Когда шел пророк, все знали, что идет человек Божий. Тоже было Самуилом. Когда он шел, тоже было. С другими пророками, когда они шли, все понимали, что идет человек Божий. То есть когда Бог посылает пророка, это видно. Можно этому научиться? Однозначно нет. Однозначно да. Я не буду спорить на эту тему. У нас не дискуссионный клуб. Я рассказываю то, что открыто мне, исходя из Библии. Научиться быть пророком нельзя. Это дар, который дает Бог. Дар пророка можно возгревать. Дар пророка можно развивать. Дар пророка можно усиливать. Но научиться быть пророком нельзя. Этот дар нельзя купить. Его нельзя ни от кого получить, кроме как от Духа Святого. Больше ниоткуда его получить невозможно. И когда Бог дает этот дар, вот в этот момент высвобождается все, что нужно для того, чтобы этот дар получить. Но! Когда мы знаем, что человек должен быть пророком. На каком этапе? Что вот он не был, то же самое, да, не будем называть. Именно любой пророк, кого вы не возьмите. Божий пророк, да? Он же не был до какого-то этапа пророком. На каком этапе он стал пророком? Когда Бог его туда поставил. Бог его наделил помазанием. Теперь, он вот просто вот так раз и стал пророком? Нет, конечно. Да? Его Бог обязательно, и это как бы мы видим на протяжении всей Библии. И сегодня, он обязательно ставит его рядом с каким-то другим пророком. Чтобы тот назидался в том, как развивать в себе этот дар. То есть учился. Учился, но не быть пророком, а как возгревать этот дар. Научиться быть пророком невозможно. Можно только возгреть этот дар. Это, видимо, в Библии тоже. Теперь смотрите, что происходило в очень интересном эпизоде. Когда Елисей узнал, что он пророк Божий? Ну, давайте вспоминать историю Елисея. Как он вообще попал в наше поле зрения. Он орал. Ну, в смысле, пахал. На двенадцати валах. Мимо шел пророк Илья. И кинул на него свой плащ. Что-то произошло в голове у Елисея. То ли плащ был тяжелый. То ли я не знаю что. Он заколол всех валов. Все плуги превратил в жертвенник. И вознес всесажение. Ну, в этот ли момент он узнал, что он пророк Божий? А когда он узнал, что он пророк Божий? Никто не знает. Я вам скажу. История пророчества Елисея началась в тот момент, когда он взял милость своего учителя, вознесшегося только что на его глазах. На огненной крестнице на небесах. Ударил по Иордану. И Иордан расступился. Вот в этот момент он узнал, что он пророк. И тогда он понял, что все, что он делал до этого момента. С того момента, как плащ этот упал на него. До этой секунды. Он учился делать с этим даром то, что ему нужно будет делать потом. Бог ему не сказал, теперь ты пророк, учись вот у этого человека, как все нужно себя вести. Он ему сказал, просто сходи с этим человеком. Как только увидишь, что он вознесся, получишь двойной помазание. Так и так и случилось. Он даже когда умер, его уже похоронили и случайно покойника уронили на его могилу. Так тот воскрес. Ну покойник имеется в виду. От костей. Вот такой был помазание. Так вот, пророчествующий и пророк это две разные вещи. Пророк и пророчествующий это люди, слышащие волю Бога. Но у них есть две разные задачи. Почему я говорю, что каждый сидящий здесь пророчествующий. Уже прям сегодня. Но в одном случае. Если вы действительно имеете личное отношение с Богом. Вот в этом случае вы пророчествующий. Пророк это человек, которому Бог, вот он его выбрал, поставил пророком и сказал, теперь ты будешь выполнять то, что я тебе скажу. Все пророки были нежеланы. Вы помните, да? Еремей вообще знал, чем все это закончится. Сказал мне, я никуда не пойду. Я маленький еще, не пойду я никуда. Но Бог ему сказал, конечно, пойдешь. Потому что я уже все устроил. Так вот, пророк это тот, кто исполняет волю Божию заранее прописанную. Помните историю с Самуилом? Пойдешь, никому здрасте не говори. Дойдешь, скажешь вот это, вернешься обратно. И попробовал бы он что-нибудь не сделать из этого. Все, он не выполняет волю Божию. И пророк ответственен за то, какую волю Божию он получает и как он ее доносит до человека. Пророчествующий, он сейчас имеет общение с Богом и сейчас говорит слова Божьей человеку. И он не обязательно передает волю Божию. Он просто, возможно, дает ответ. Простой пример. За вас когда-нибудь молились пророчествующие люди? Молились? Наверняка молились. И они вдруг говорили. И так говорит Господь. Или Господь говорит тебе так. И он что-то вам говорит. Сам-то он не понимает, что он говорит. Вот я, например, когда пророчествую кому-то, я не понимаю, что я говорю. Когда человек то начинает улыбаться, то начинает плакать, то там говорит есть, какой-то ответ получил. Я вообще не понимаю, о чем идет речь. А он понимает. Потому что он сейчас получает от Бога ответ моими устами. Это называется пророчество. Я не отвечаю за то, что я говорю. Я просто нахожусь сейчас в молитве и передаю слова Божию человеку. Каждый раз это происходит? Нет, не каждый раз. Всегда ли Бог хочет дать ответ? Всегда. Всегда через меня нет однозначности. Но если я сегодня принимаю решение, что я, как Писание говорит, возгреваю в себе пророческий дар, а это значит нахожусь в постоянном общении с Духом Святым, в постоянном назидании в слове, в постоянной молитве и посте, то скорее всего, как человек, который общается с Богом в такой близости, Бог захочет через меня всегда говорить пророчество. И сегодня очень много служителей, потому что это осуществление библейских пророчеств. Очень много служителей, которые выходят с пророчествами, их раньше никто не знал. Они просто выходят с пророчествами, они говорят, так говорит Господь. И говорят истину. Потому что они сегодня общаются с Богом больше, чем любой другой человек. Поэтому я надеюсь, что я развею ваши сомнения в том, что я не уничижаю пророчество, дар ни в коем случае. Я говорю просто, что пророком ставит Бог, а пророчество очень для всех. Чем ближе наше отношение с Богом, тем больше пророчество мы освобождаем. Итак, мы все хотим пророков в нашей жизни. Хотим, чтобы приходили пророки, пророчествовали нам чего-нибудь, давали нам ответы на вопросы. Это нормальное поведение человека, который ищет волшебную пилюлю. Но у меня для вас плохие новости. Ну, не для вас, а для тех, кто еще такие волшебные пилюлю. Нет волшебных пилюлю. Если Бог хочет вам что-то проговорить, Он достучится до вашего сердца любыми способами. Даже если рядом нет ни одного пророка, к вам придет, как пришел к Ионе, неверующий вообще адмирал, и сказал, кто такой, что делаешь, заставил его вспомнить свое призвание. И в нашей жизни тоже. Иногда Бог разговаривает через неверующих. Даже через аслицию иногда разговаривает. Это нужно помнить. Не обязательно, чтобы пришел пророк. Мы думаем, что пророк это кто-то такой, знаете, с посохом придет, сейчас там нам начнет переливать, да, из одного стакана в другой, и там не закончится. Нет. Любой из нас может на некоторое время стать пророком для того, кому Бог хочет дать ответ. В этом как раз и проявляется дар Святого Духа. Теперь. Я считаю, что если, опять же, мое мнение, я могу ошибаться, но на данный момент не так открыто. Я считаю, что если мы говорим, что мы открываем пророческую школу, это рекламный ход. Однозначно. Однозначно рекламный ход. Мы не открываем. Я тоже могу открыть пророческую школу. И сказать, у меня пророческая школа. Но я, например, учил бы людей быть во взаимоотношениях с Богом, а не пророчествовать кому-то. Что значит быть во взаимоотношениях с Богом? Мы сегодня сталкиваемся все больше с людьми, которые называют себя христианами, и говорим о том, что у нас личные отношения с Богом. Вот у меня личные отношения с Богом. Я лично знаю Иисуса. У меня есть тайная комната. Хотя на самом деле, ты спрашиваешь, где твоя тайная комната? Он никогда там не был. Он не знает, как она выглядит. Где дверь вообще в эту тайную комнату? Что там есть в этой тайной комнате? Он не знает. Но он услышал много разных слов и говорит, у меня есть тайная комната. Где она у тебя? Где ты молишься? Вы, наверное, видели такой фильм, который называется «Военная комната». Да? Видели? В этом фильме тайная комната представлена в виде какой-то кладовочки. Ну, понятно, что это образ. Но вы знаете, что во всякой шутке есть только доля шутки. И у каждого из нас должна быть такая тайная комната. Не обязательно, чтобы была отдельная комната для молитвы. Как помните у этой старушки, которая потом дом продавала. Намоленная комната. Не обязательно, чтобы такая была. Вы можете просто уединиться где-нибудь. Тайная комната может быть и в лесу. На берегу речки. На берегу моря. Тайная комната – это то место, где я и Бог. И больше никто с нами не общается. И большинство таких людей, которые говорят у меня личное отношение с Богом. Ну, я не буду сравнивать это с такими прям мирскими вещами. Но в начале 2000-х годов, когда говорили предпринимателям про интернет, они все говорили, да, интернет, да, это интернет. Но они даже не знали, как им будут их включать. И вот есть такие христиане, которые хотят пророчествовать, но они даже не знают, где тайна комната находится. Они даже не знают, как им должны выглядеть. Что там делать вообще надо, не знают. Почему? Потому что они плохие христиане, ни в коем случае. Потому что их не научили. А это азы любого пророчества. Сначала нужно научиться общаться с Богом. Если я не умею общаться с Богом, какие пророчества? Я могу закончить 10 пророческих школ, я никогда пророчествовать не буду. Мне нужно общаться с Богом. Где это делается? В тайной комнате. Где тайная комната? Да где решу, там и будет. Главное, чтобы никто не мешал. Удобно очень прикрываться личными отношениями с Богом, таким людям. Но по большей части начнешь копать, когда ты молился последний раз, и начинаешь вспоминать. Вспоминать начинаем. А на самом деле, ты можешь молиться пять минут назад. Вы говорите о хорошем. Пять минут назад. Не, поговорим о хорошем тоже. Ну, пока вы, всего отрезание. Ну, точку. Вы же уже знаете, как я про болезнь. Я сначала все плохо-плохо. Потом все раз и хорошо. Потому что так было всегда. Сначала все было плохо. Потом пришел Иисус, и стало все хорошо. Так вот. Мы, как верующие, пытаемся постоянно делать благие дела. Для того, чтобы оправдать свое отсутствие личного общения с Богом. И я сейчас говорю это и про себя тоже. Потому что иногда бывает так, что нужно чем-то оправдать то, что я сегодня не читал Библию. Не молился. Может быть, за кого-то не молился. Кому-то не позвонил. С кем-то не встретился и так далее. Начинаю это оправдывать благими делами разными. Чем больше мы взрослеем, тем меньше мы оправдываем. Опять же, по аналогии с подростками. Чем старше становятся подростки, тем меньше им требуется оправдания. Они все больше принимают критику и говорят, да, все, больше не будут. А пока они совсем подростки. Они постоянно у них вознанавливаются по любому поводу оправдания. Мы чем старше становимся, тем у нас меньше оправданий и больше взаимоотношений действительно с нашим отцом, как с родителем. 1 Иоанна 1 глава 5-7 стихи. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. А вот теперь о хорошем, да, про себя хорошем, а вот о хорошем. Если же ходим во свете, подобно как и Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого грека. Аминь? То есть, о чем здесь? Здесь о том, что мы должны иметь общение. Общение. Причем общение не со Святым Духом, как многие заблуждаются. Нужно больше общаться со Святым Духом. Святой Дух там, где хочет, а не там, где мы хотим, чтобы Он был. Он послан нам для того, чтобы нас назидать, утешать, наставлять. Но Он, Иисус говорит, дышит где хочет, а не там, где мы хотим, чтобы Он дышал. Поэтому мы, да, обращаемся к Богу, и говорим, Господь, приди Духом Своим Святым. Мы хотим обратить внимание Бога на это место. То есть, мы должны иметь общение. Без христианского общения, простите, но нет никакого христианства. Это очень важный момент. Вы знаете, сколько я встречал пророков, они в одиночку не пророчествуют. Они все всегда находятся в собрании людей. Потому что Бог хочет говорить через пророка или пророчествующего к людям, а не к стенам. Это очень важный момент. Я знаю очень много пророков и пророчествующих, которые реально видят, что человек Божий. Почему? Потому что он стремится быть среди людей. Христианство это вообще направление веры, которое направлено к людям. Иисус же не сказал, идите и садитесь дома. Он говорит, идите и научите. То есть, он нас посылает к людям. Он хочет, чтобы мы имели общение друг с другом. То есть, мы и так сейчас оторваны друг от друга. Вот эта десоциализация, все эти коронавирусы и все остальное. Конечно, коронавирус заслужил нам не очень хорошую службу. Ну, очень нехорошую. Очень много церквей не вернулись уже обратно. Потому что по разным причинам. И мы, слава Богу, все здесь. И даже начинаем умножаться. Слава Богу. Но если мы не будем приближаться, сближаться друг с другом, то и пророчеств никаких не будем. Некому пророчествовать. Бог хочет говорить, да некому. Поэтому наша задача быть постоянно вместе. И в этом есть наше христианское служение Богу. Мы начались с чего? Что мы не просто должны чтить Бога, но мы должны служить Богу. Бог посылает нас к людям. Когда мы собираемся на домашней группе, Бог говорит через нас, дает ответы. Мы каждый друг другу можем быть пророчествующим. Потому что Бог избирает. Например, Может быть, никогда в жизни Валам не понял бы, что говорит ему Бог, если бы тот через ослицу не проговорил. А он ведь был пророком Божиим. Он имел общение с Богом. Бог ему что-то говорил. Он говорил ему, не ходи. Но пока он через ослицу не проговорил, тот не понял. Бывает и так. Поэтому, если вы думаете, что вы сейчас услышите какое-то супер пророчество, от какого-нибудь супер пророка, может быть и услышите. А может быть и нет. Может Бог сейчас хочет прямо через сестру или брата вашего, сидящего рядом с вами на скамейке в церкви, проговорить вашу жизнь. Нужно уметь слышать и различать Слово Божие от Слова Небожьего. И у каждого из нас есть миллион причин к тому, чтобы не общаться, не встречаться. Рутина это называется. Я же не говорю, что ее нет. Она есть. У нас есть семьи. У нас есть работа. У нас есть отдых, в конце концов, после работы. Потому что мы приходим уставшие, физически выматываемся. Но при этом мы должны соблюдать какие-то правила христианского взаимодействия. Вот, например, вы знаете, во всех же странах проходит служение, да? Ну, я так думаю. Вот вы из разных стран приехали, кто-то был в других странах. Знаете, что в России тоже проходит служение? Не только в Израиле. Знаете, в Украине проходит служение, в Америке даже проходит служение. Я не смотрю на что. Есть ТП? Слышали про ТП, да? Нет. Нет? Вот. Я живу на новости. Есть в других странах тоже служение. И я вот когда общался... Я вообще человек, я же новый человек в христианстве, да? Всего 6 лет назад покаялся, как бы. И общаюсь с разными христианами, с разными постами. И вот они меня так удивленно спрашивают. Подвозки на служение? В смысле? Я говорю, ну вот так, нужно же человека привезти и отвезти. Серьезно? Мы, говорят, про такое никогда не слышали. Подвозки, например, в России, там, в Америке, опять же, знали со слов пасторов в церкви. Есть тогда, когда нет транспорта. А здесь в Израиле, как бы, вот у нас всех приучили. Есть транспорт, нет транспорта. Подвозка есть, сходим в церковь. Подвозки нет, не ходим в церковь. И понятно, что вот эти прямые эфиры, они классно заслужили службу тем, кто сказал, я не поеду в церковь, лучше я там послушаю. И я просто вчера общался с одним пастором, церковь немножко опустела, потому что продолжаются прямые эфиры. Уже все привыкли прямые эфиры смотреть на король и уже в церковь не ходят. А что ходить, все равно уже услышим. А Бог же он везде. Но вы знаете, что интересно? Чтить Бога на словах и на деле это разные вещи. И простой пример. Простой пример. Когда Иона, если бы он служил Богу, он бы просто взял, поднялся и пошел проповедовать. Потому что он доверял Богу. А он не хотел. Почему? Потому что у него были страхи. Вот у нас есть наставник, которого мы наставляемся. Его зовут Йоханнес Юстус. Это начальствующий епископ Союза Пятидесятников Германии. 543 церкви у него. И он говорит, есть такое понятие, как теология моего прежнего опыта. Иона знал, что из него там сделают непотребство. Ну, короче, замучают живьё. Это теология его опыта. Но простите, его же Бог туда посылает. А я же с чего начал? У Бога нет планов против своих людей. У него намерение о нас во благо, а не во зло. Это то, что Иона забыл. И он по теологии своего опыта пошел совершенно в другую сторону. И служение Богу, оно многократно подчеркивается в Писании, как исполнение Божьей воли. Но мы всегда забываем одну простую вещь. Что оно ещё и имеет много грани, это служение. Это служение может быть в семье. Согласны? Мы же служим в семье. Людям. Мы же не можем служить Богу, не служа людям. Мы обязаны, потому что в семье мы служим Богу. На работе мы служим Богу. Если мы работаем и Богу не служим, то это служение мамонь. Мы служим на улице. Встречаем там кого-то, поможем тут, поможем здесь. Отзываемся, улыбнёмся кому-то, кому плохо. Это разные служения. Но мы знаем, что мы в этот момент выполняем что-то, как написано в Писании, кого Бог благословляет? Того, кто делает что-то не ради, как бы, не как для человека, а для Бога. То есть от всего сердца, от всей души. Не притворно. И вот как раз собрания, вот эти вот собрания, которые у нас собираются, они очень хорошо отображают то, что мы с вами здесь сегодня собрались. Вот никто же из вас сюда не пришёл ради того, чтобы мне сделать хорошо. Все же пришли ради того, чтобы Богу послужить, прославить Господа. Мы собираемся и в собрании, и Бог среди нас. Мы об этом читаем с книги Исход начиная. Какое первое сооружение в пустыне было построено? Ну, после этого. Нормальное, Божье сооружение. Какое было построено первое? Скине чего? Скине собрания. Собранию Бог уделяет очень важное внимание. Он хочет, чтобы мы собирались и там служили Богу. У Него чуть что сразу? Собирай народ. Собирай старейшин. Собирай. Ключевое слово – собрание. Бог хочет, чтобы мы пребывали в общении друг с другом. И там Он будет являться нам. Иисус говорит нам – там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди них. То есть мы должны собираться. Мы не можем разъединяться. Я это говорю тем, кто сейчас остается дома и слушает проповеди в онлайн. Это не то место, к чему Бог нас призывает. Бог призывает нас собираться вместе. Молиться друг за друга. Находиться в общении – это и есть суд всего христианства. Деяния апостолов, 2 глава 42 по 47 стих. И они, слушайте внимательно, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Написано – постоянно. И дальше написано – был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общение. И каждый день, смотрите, единодушно пребывали в храме и преломляли по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно предлагал спасаемых в церковь. То есть собранию Бог уделяет очень много внимания. Все те, кто сидели в горнице в день Пятидесятницы, могли с таким же успехом сидеть в Иерусалиме у себя дома. Но они все при этом, 120 человек, сидели в одной горнице. Почему? Потому что они знали – Бог уделяет большое внимание собранию и общению. Тогда, кстати, Нового Завета не было еще. Они все жили по Ветхому Завету. Нам это общение просто необходимо. Мы должны пребывать во свете и делать то, что Бог призывает нас делать во свете. И вы знаете, еще одно есть такое. Люди хотят, люди стремятся к собранию. И бывает такое, что у человека есть непреодолимое желание идти в собрание. Вот представьте себе, что вам мало… только представьте себе. Вам мало наших собраний по пятнице. Вам хочется еще. И вдруг вы видите, что завтра есть собрание на Живатинске 65. На первом этаже. И вы туда пошли, в это собрание. А в воскресенье есть собрание где-нибудь в Иерусалиме. А во вторник есть собрание где-нибудь в Батьяне. Или там в среду, не важно. И вам везде хочется пойти. Вам везде хочется назидаться Словом Божьим. А нельзя. Пастор наругает. Скажет – о, пошел. Пошел по церквям. Сегодня есть такая тенденция. Пастора объявляют собственность на своих людей. А я считаю, что если человеку нужно вообще… Вот представьте, вы уехали в другую страну. Там находитесь в четверг, пятницу, субботу. Вам нужно попасть на служение. А единственное служение в пятницу в другой церкви, в другой стране. Не пойдете? Пойдете. Почему? Потому что вы не к пастору ходите. Вы к Богу ходите. Понимаете? То есть, если у меня есть желание служить Богу, я пойду туда, где есть собрание. Аминь. Иначе зачем мне? Я могу сесть дома помолиться, на гитаре поиграть. Вот те прославления, вот те служения. Но мы же хотим собрания. Потому что там Бог. Написано, где двое и трое. И поэтому мы должны иметь общение друг с другом постоянно. Постоянно приходить в это понимание. Вы знаете, в тех церквях, и я хочу, чтобы мы сегодня на этом закончили, чтобы вы подумали над тем, как вы могли бы сегодня послужить друг другу. В тех церквях, где каждый день что-то происходит в виде собрания, есть постоянный рост людей. Не в смысле количества, а в смысле духовного. Постоянный. Где каждый день что-то происходит. Сегодня происходит для одних, завтра для других, сегодня молодежное собрание, завтра детское собрание, послезавтра женское собрание, потом мужское собрание, потом общее собрание, потом экскурсия, потом битерское. Когда люди постоянно имеют общение друг с другом на разных уровнях в церкви, происходит служение Богу, а не просто его почитание. Пришли раз в неделю, просто для галочки отметились и ушли. Но я еще раз вам говорю, никто из вас здесь не пришел, чтобы кого-то здесь отметили в журнале посещения. Каждый из вас сюда пришел, потому что он хочет Богу служить. А Богу мы служим только служа друг другу, а это можно сделать только в собрании. Я просто вот говорю, мы благословенная церковь только потому, что мы сюда стремимся в собрании, мы хотим общаться. Но я не хочу, чтобы это прекращалось, я хочу, чтобы это продолжалось и росло. И к сожалению, сегодня не все смогли прийти. Потому что кто-то себя плохо чувствует, у кого-то не было как добраться, кто-то работу только сейчас закончил. Но вы знаете, если бы у нас каждый день происходили какие-то события, то если сегодня человек не пришел сюда, он может завтра прийти туда. Например, завтра мы взяли бы и привели бы на женское служение. К примеру. И те сестры, которые не смогли прийти, пришли бы завтра. А в следующую субботу провели бы братское служение. И те братья, которые не захотели прийти сегодня, пришли бы в следующую субботу. К примеру. Но когда мы собираемся и служим друг другу, у этого есть сила. У этого есть особое помазание. И поэтому я хочу, чтобы мы сегодня с вами закончили это служение молитвой за три основные вещи. Первое, это за то, чтобы Бог все-таки побуждал нас пророчествовать. То есть, слышать Его Слово и нести Его людям в собрание. Возгревать этот дар пророчества. И я еще раз говорю, не стремитесь быть пророками. Это очень тяжелое и очень неблагодарное служение. Ну, в глазах людей. В глазах Бога, конечно, благодарны. Пророк, о, какая награда. Но люди пророков не любят. И Бог хочет, чтобы мы служили тем, что несли Его волю в собраниях другими людьми. Это пророчество. Возгревайте в себе этот дар. Он в вас есть, в каждом здесь сидящем. Он есть. Потому что мы пророчествуем Духом Святым. А Дух Святой внутри нас. Мы Его храмы. Я хочу, чтобы мы об этом молились сегодня. Первое. Второе. Я хочу, чтобы мы молились о том, чтобы наше количество служений, при всем при том, что мы пока еще церковь небольшая, увеличивалось. Я верю, что если Иисус сказал, Он не сказал там, где двадцать или тридцать собранного имя Моя. Он сказал, где двое или трое. То есть там, где двое или трое, там происходит собрание. И это можно делать в любом месте, в любое время. Когда вам захочется пообщаться друг с другом, вы можете позвонить и сказать, давайте соберемся и пообщаемся. Я призываю вас посещать домашние группы постоянно. Я призываю вас инициировать собственные встречи. Вот я знаю, что Лена с Яной, они куда-то ездят постоянно на экскурсии. Двое или трое. И там Бог среди них. И каким-то образом это влияет одно на другое. Поэтому это второе, о чем я хотел с вами молиться. И третье, я хочу, чтобы мы с вами начали молиться за то, что происходит в мире. Все это было интересно, красиво читать в Библии. Но сегодня вот это вот место Писания, приносить молитвы за всех человеков, за всех царей, начальствующих, чтобы нам иметь жизнь безмятежно, это сейчас то самое время. В Израиле все неспокойно. В мире все неспокойно. Корона опять тут напрягается очередная. Нужно за это молиться, чтобы Господь все усмотрел. Нужно обращать внимание Бога на то, что мы хотим, чтобы Он увидел. Понятно, что Он все это знает, Он держит все это в своем контроле. Но если мы опираемся опять же на Писание, Давид всегда призывал Бога обратить внимание на какие-то определенные моменты. Итак, три вещи. Первое, это возгревание пророчества, дара пророчества у нас. Второе, это расширение служений. Друг другу и третье, это за власть иночерства. И если у кого-то, естественно, есть какие-то собственные валютные нужды, я призываю вас об этом тоже сказать. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Аминь. Аминь. Аминь.